Третья история нашего проекта коронованная. Сегодня наша героиня Марина. Рассказ Марины может быть историей большинства наших горожан. По статистике многие из нас переносят или перенесли ковид без симптома. Или как Марина в легкой форме. Но именно в этом кроется особое коварство этой инфекции. Внешне здоровый человек совершенно не означает, что он безопасен для окружающих. А теперь мы еще и знаем, что отрицательный тест не означает то, что вируса в организме не было. И если мы будем хорошо это понимать, то правило сохранения социальной дистанции быстрее станет нашей полезной привычкой. Марина. 53 года, сотрудник пресс-службы. Сразу предупреждаю, что моя история нетрагическая и даже не слишком драматичная. Когда я впервые услышала про ковид-19, точно вспомнить не могу. Но в начале марта он резко изменил мои планы. Мы с дочерью собирались лететь на неделю в Европу, несмотря на эпидемию. Потом, точно помню, это было 12 марта, решили – нет, не летим. Именно в это время я начала активно поглощать информацию о коронавирусе. В тот момент мои мысли. Все слишком преувеличено. Число больных в период эпидемии гриппа больше в разы. Вирусных пневмоний, которые могут протекать довольно тяжело, тоже немало. Однако никто из-за этого не объявляет карантин, не закрывает авиаперелеты. Разговаривала с врачами. Они думали также – обычная вирусная инфекция, из-за чего такой сыр-бор? А почему в Италии так много смертей? Да просто они не лечат антибиотиками и вообще пофигисты. Вот в Германии лечат лучше. Вскоре коронавирус стал постоянным фоном повседневности. Новости, разговоры с друзьями, знакомыми, семейные планы – все пропиталось им. А если учитывать, что работа моя связана с медициной, хоть я и не медик, то понятно, что этот слой становился все плотнее. Мое отношение к вирусу, пандемии, карантину менялось. Накатывало волнами то страх, всем нужно срочно изолироваться, то бунт. Что же мы, как премудрые пескари, будем жить и дрожать? Завалила я 29 апреля. Не знаю, был ли это ковид, но сильно накаленный информационный фон мешал воспринимать болезнь как обычную ОРВИ. В обед температура поднялась до 38,8, стала лихорадить. К физическому недомоганию добавился этот самый страх. Причем не только от того, что у меня может быть коронавирус, но и потому, что могла заразить других. С мамой вот общалась два дня назад. Заболев, я вызвала из поликлиники врача. Пришла милая девушка, замотанная в голубой одноразовый медицинский халат с прозрачной маской на лице. Расспросила меня, посмотрела и послушала. Сказала, что тест на ковид-19 мне не полагается. Симптомов нет. А вот самоизоляция полагается. Нужно подписать бумажку о самоизоляции на 14 дней меня и всех, кто проживает со мной в одной квартире. На каких условиях, спрашиваю? А на таких, что вы 14 дней не должны выходить из квартиры, отвечает это милое создание. Вам и мужу на это время будет выписан больничный. Мне сделали тест 1 мая, но чтобы этого добиться, пришлось использовать дополнительные приемы аргументации. Высокая температура подержалась 3 дня, потом еще некоторое время 37 с небольшим. Однако дети настояли, чтобы я сходила на КТ. Первый раз в жизни, кстати. Там сказали, уплотнение в правом легком по типу стекловидного тела похоже на пневмонию. Я теперь думаю, во всем есть свои плюсы. Если бы не вся эта паника, я бы отлежала из дня 3-4, потом сочла бы себя здоровой и вышла на работу. А так стала лечить пневмонию, с перепугу пропила антибиотики и стала делать дыхательную гимнастику Стрельниковой. Во время болезни я про нее вспомнила, потому что накануне в Фейсбуке прочла пост молодого человека из Москвы, который попал с ковидом в коммунарку. Там была фраза о том, что врач принес ему ссылку на дыхательную гимнастику. А потом прочла еще одну публикацию психолога Юлии Затуловски из Израиля, которая переболела коронавирусом. Она писала, что ночами, когда задыхалась, делала дыхательную гимнастику, и ей становилось легче. Я такие методы лечения люблю намного больше, нежели медикаментозные. И по сей день уверена, что дыхательная гимнастика помогла мне быстрее справиться с пневмонией. Через 10 дней сделала повторное КТ. Рентгенолог удивился такой радикальной, положительной динамике. Такой вот простой и дешевый способ улучшить собственное самочувствие. В отношении меня функции районной поликлиники заключались в том, чтобы продлять мне больничный. На КТ я сходила сама, платно. С пульмонологом проконсультировалась сама. Антибиотики купила сама. Дыхательную гимнастику начала делать сама. Короче, спасение утопающих. Результатов теста на коронавирус мне не сообщили. Возможно, потому что он был отрицательный. Вроде бы в таких случаях не сообщают. Не исключено и то, что его просто потеряли. Так что в официальную статистику больных ковидом я точно не попала. Я, в общем, до сих пор не знаю и уже не хочу знать, был ли коронавирус в моём организме. Но то, что он попал в моё личное пространство, ментальное, эмоциональное, семейное, это совершенно точно. На сегодняшний день, я уверена, если бы заболевших людей нормально наблюдали и вовремя лечили, у многих болезнь протекала бы легче и смертность от коронавирусной инфекции была бы ниже. У меня остались вопросы, на которые, думаю, никто так и не ответит. Почему тест на COVID-19 мне не полагается, а изоляция вместе со всеми близкими на 14 дней полагается? Как можно требовать от людей самоизоляции в такой жёсткой форме, не обеспечивая при этом их поддержкой и медицинской помощью? Я очень чётко разграничиваю работу медиков и систему организации медицинской помощи. Я хорошо знаю, что врачи и медсёстры – герои. Это правда. Жаль только, что этим геройством им часто приходится расплачиваться, за организационные решения других. Огромные усилия, ресурсы, деньги, организационные и административные меры тратятся на странную внешнюю суету. Придумать правила и запреты и наказывать за их несоблюдение. Ограничить, держать и не пущать. Эти бы деньги, да, в медицину. Может, меньше было бы случаев, когда людям становится хуже, а им говорят «оставайтесь дома и сохраняйте спокойствие», а потом уже задыхающихся увозят в реанимацию, где реаниматологи совершают свой повседневный врачебный подвиг. Круглосуточно. Для нашей семьи это время было своего рода испытанием. Качели от пофигизма до паники прошли практически все. Эпидемия стала серьёзной проверкой отношений, тестом на умение беречь и любить друг друга. Но об этом говорить очень сложно. Тем более, что мы ещё не вышли из этой мутной реки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова